Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, сегодня у нас выпуск про молодую звезду из Баварии, Сержа Гнабри. Сегодня он также отыграет год в аренде в Хофенхаме, но потом он вернется в Баварию. И мы посмотрим, насколько изменится его карьера через 5 лет. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, где проходят разные голосования по поводу футболистов через 5 лет. И много есть анонсов о новых роликах. Ну что же, поехали! Итак, закончился первый сезон за Гнабри, и Хофенхайм занял третью строчку. Это уже хороший результат для этой команды, и он возвращается после чемпионата мира в Баварию из аренды, которая заняла вторую строчку, но чемпионом стал Байер. Кубок Германии тоже выиграл Байер, обыграв Баруси с счетом 2-0. Но Хофенхайм дошел до полуфинала, где проиграл Баруси со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв Челси со счетом 3-0. Лигу Европы выиграл Манчис Дрюнетт, обыграв Леон со счетом 1-0. Хофенхайм вылетел в четверть финале от Леона со счетом 4-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Германии квалифицировалась в первой строчке, но Серж Гонабри не поедет на этот чемпионат мира. На чемпионате мира сборная Германии в группе G выиграла все три матча и вышел в слоев вместе со сборной Польши. В 1-8 они уже выбили минимально бразильцев со счетом 1-0, но в четверть финале также минимально проиграли сборная Англии 2-1, которая в конце концов стала чемпионом мира, обыграв голландцев в финале со счетом 3-1. До конца второй сезона за Гонабри Бавария стала чемпионом Германии, а Хофенхайм занял пятую строчку. Куба Германии выиграла Бавария, обыграв Франкфурт со счетом 5-0. Суперкубок Германии выиграл Байер, обыграв Баварию со счетом 2-0. Суперкубок Европы выиграл Майкер 3-0, обыграв Баварию со счетом 1-0. Лигу чемпионов второй год подряд выиграет Бавария, обыграв в финале Интер со счетом 4-3 по пенальти. Лигу Европы выиграл Арсенал, обыграв Ливерпуль со счетом 1-0. Закончился третий сезон за Гонабри и Мадридский Реал занял пятую строчку. Чемпионом стал Атлетика. Кубок Испании выиграла Севилья, обыграв Валентин со счетом 2-1. Мадридский Реал выиграл в четверть финале от Барселоны со счетом 3-2. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Арсенал со счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв в финале Мадридский Реал со счетом 3-2. Лигу Европы выиграла Севилья, обыграв Лион со счетом 3-2. На чемпионат Европы 2020 года сборная Германии колесировалась в первой строчке и Серж Геннабри едет на этот чемпионат Европы. В чемпионате Германии Бавария заняла первую строчку, а Хофенхайм – восьмую. На чемпионате Европы в группе С Германия вышла в первую строчку вместо сборной Африи. В 1-4 обыграли французов 2-1, в полфинале обыграли бельгийцев 2-1, в полфинале обыграли бельгийцев 2-0, ну и в финале обыграли испанцев со счетом 2-1. И Серж Геннабри становится чемпионом Европы. Кубок Испании выиграл галереал, обыграв мадридский Материал в финале со счетом 1-0. Барселона вылетела в полуфинале от Велериала со счетом 3-3. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв Севилю со счетом 5-1. Лигу чемпионов выиграл второй клуб Гнабри Бавария, обыграв Тоттенхем со счетом 1-0. А Барселона вылетела в четвертьфинале от Ювентуса со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Интер, обыграв бывший клуб Гнабри Материал со счетом 2-1. В чемпионате Германии Бавария заняла третью строчку, Хуффенхайм девятую, а чемпионом стала Барусия. В Китае закончился последний пятый сезон за Днабри, Барселона заняла третью строчку, чемпионом стал Атлетика, а Мадридский Реал занял вторую строчку. Кубок Испании выиграл Атлетика Мадрид, обыграв Барселону с счетом 3-2. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Интер со счетом 2-0. Лигу чемпиона выиграл Манчестер Юнайтек, обыграв Спортинг со счетом 4-1. Барселона вылетела в четверть финале от Атлетика Мадрид со счетом 4-3. Лигу Европы выиграла Рома, обыграв Эвертон со счетом 2-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Германии квалифицировалась с первой строчки. В чемпионате Германии Бавария заняла первую строчку, а Хуффенхайм седьмую. На чемпионате мира 2022 года сборная Германии выиграла все три матча и вышла в плыве вместе с Уругварием. В 1-8 обыграли 2-0 китайцев, но в четверть финале уже проиграли чемпионом мира испанцам 2-1, которые также с таким же счетом обыграли в финале Португалию. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, ссылка в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.